это вторая часть видео о выращивании перцев и в нем я отвечу на ваши вопросы кто не смотрел первую часть пожалуйста посмотрите по ссылке в правом верхнем углу начну с вопроса который волнует многих зрителей во всей литературе говорится о том что необходимо удалять коронный цветок об этом же говорят все лекторы рассказывающие о выращивании перцев в клубах природного земледелия видео я показала вам ранний и поздний перец когда я удаляла коронный цветок но при этом ранний перец роз в горшке то никаких результатов это не дало перец давал еще 4 цветочка а при высадке в грунт еще цветы о чем в двух словах было прошлое видео о том что цветущая рассада раннего перца дает маленький урожай и о том что если оборвать пасынки то урожаю негде будет расти при всем желании теперь предположим что мы посадили тот перчик что зацвел в горшке цветов стал очень много и мы удалили все цветы теперь нужно будет подождать чтобы перчик нарастил корневую и дал много пасынков цветами но тогда напрашивается сам собой вопрос зачем мы сажали ранний перец затем чтобы получить ранний урожай правильно удаляя все цветы мы можем получить ранний урожай тогда зачем все эти пляски решение самое простое посадить перец позже а когда он зацветет на грядке вы сами для себя можете решить нужно или не нужно удалять коронный цветок самое главное что для получения урожая не придется удалять все цветы и ждать новых поздний перец зацвел на грядке при этом раскладе если в ваших условиях лучше удалить коронный цветок и тогда урожая будет больше то удаляйте конечно если сомневаетесь то попробуйте так и так главное что разговор только об одном цветке а не о всех сорта к тому же бывают крупноплодный и не очень от этого тоже зависит вот комментарий зрителя выламывание цветка помогает я удаляю этот первый цветок он отнимает силы у перца на себя и потом цветочков новых очень мало если его выломать то перед через неделю даст в два раза больше цветочков проверено мной лично но это дело лично каждого обламывать или не обламывать так что пробуйте я пробовала но у каждого свои условия не может быть однозначного ответа а пасынки до развилки тянуть на себя соки не будут они ведь тоже растут и цветут как у томатов до развилки растут листья и пасынки но пасынки совсем маленькие и цветов на них нет никому они не мешают так что оставьте их в покое я вот так и не поняла почему первый перец не стал образовывать пасынки ему что цветочки мешали а если их оборвать при высадке в грунт первый перец не успел нарастить корневую без корневой нет сил образовывать пасынки как написала наталья яковлева нужен баланс между вершками и корешками если оборвать цветы я уже ответила смысл тогда так рано сажать рассаду вы говорите что не подкармливали но наверное у вас был очень питательный грунт подскажите сколько и чего вы туда внесли скорее всего это спросил новый зритель который еще не успел посмотреть видео про активную мульчу поэтому очень короткое объяснение отсутствие подкормок и чего-либо другого вот елены сафоновой наталья все время говорит не просто мульча а именно активная мульча на других сайтах по природному земледелию применяется термин динамическое земледелие эти термины обозначающие один и тот же процесс именно процесс а не конечный факт закладки чего-то сделанного где-то в другом месте в почву удобрения компоста навоза применяя эти методы такие урожаи получаешь практически сразу на любой почвы потому что растение имеет все необходимое в режиме онлайн органика перерабатывается и растение сразу это же кушают траву нужно где-то брать это факт но при желании все выполнимо это проверено кто на канале первый раз это не хрущ это личинки бронзовки видео как отличить личинок посмотрите пожалуйста по ссылке наверху но если я выращиваю все с применением активной мульчи то это не значит что по-другому перец не вырастет свой метод выращивания я не навязываю мои знакомые выращивают урожай перца не хуже чем мой они через год меняют весь грунт в теплицах им так легче грунт у них представляет из себя двухгодовалый перепревший навоз закупается два камаза каждый год им так удобней также как и я не обрывают ни одного пасынка и ни одного листа никакого формирования кроны вы не упомянули о самом главном омульчирование травой процесс наверное одинаковый с помидорами и расскажите о поливе вы поливаете междуряди а вода подогретая с помидорами процесс не одинаковый помидорам нужно меньше мульчи и горячая трава помидорам не нужно вовсе под перцы и баклажаны укладываю максимальное количество горячей травы поливаю между растениями вот что тут происходит вода не холодная насколько она подогретая я не могу сказать потому что из колодца вода наливается вот в этот пруд в нем греется потом я поливаю в жару через день поливаю в 2010 каждый день поливала полива зависит от погоды но перцу нужно воды больше чем помидорам не заливать конечно но воды много грядка высотой 30 сантиметров и лишняя вода у меня уйдет на каком расстоянии они вы сажаете ранние сорта и поздние насколько дней раньше сеять семена поздних сортов по сравнению с ранними им же надо побольше времени да конечно ранние сорта сажая на расстоянии 40 45 сантиметров поздние 45 бывает что и 50 но это редко при посадке в два ряда лучше посадить шахматном порядке насколько сеять раньше нужно посмотреть на пакетики там обычно пишут срок вегетации джипси ультра ранний гибрид у него срок плодоношения 65 80 дней у калифорнийского чуда 100 130 дней сделайте пожалуйста обзор семян интересно каким сортам отдаете предпочтение то что мне нравится гибрид джипси я уже сказала но забыла про еще один гибрид это белодонна или его аналог мародонна отличный перец ранний кубовидной формы толстостенный и с него при своевременном сборе урожая можно при хорошей погоде получить урожай и на верхнем ярусе оба гибрида отличаются тем что они совершенно съедобны в технической спелости они рождаются уже желтоватыми еще забыла сказать у перца очень хрупкие стебли они так и норовят обломиться под тяжестью плодов поэтому по мере роста каждый ствол и пасынок на которых есть плод я подвязываю но не колышку а к дугам теплицы вы сеете по одному семечку сухими семенами в отдельный горшок я же показала что я сею в кассеты из кассеты куличек достается при помощи целлофановой полоски в одну ячейку могу посеять до четырех семечек доставать удобно и если перцев зашли все то разломить куличек нетрудно дальше сажаю большие кассеты в литровое ведро не сажаю сразу потому что экономлю место да и дополнительные корни перец может дать тогда уж в ведре их и присыпаю можно ли выращивать перец по вашему методу но под укровным материалом в нашей полосе неплохие результаты дает более частая посадка перца под укровной материал кто-то сажает три растения на ширину грядки один метр кто-то 4 растения перчиков получается не очень много если считать с куста но с площади получается неплохой урожай перец не посынкует знаю человека который ведет перец в один ствол и сажает через каждые 15 сантиметров на каждом растении по одному два плода а с квадратного метра больше ведра сажать в лунку два растения я бы никогда не стала плотная посадка может быть но два в лунку думаю что не стоит а у вас есть видео экскурсия по вашей теплице как все в ней посажено и на каком расстоянии или хотя бы поштучно сколько чего теплица расположена не очень правильно ставили параллельно забору нужно было ставить север-юг ранние перцы которые я вам показывала росли вот в этом месте кто-то спрашивал про раннюю зелень вот так я ее сажаю в этой теплице растут помидоры 20 лунок но 40 корней еще два баклажана в кадр они не попали в комментарии юрий балема написал что томат притенял перец нет во первых только на четвертый год я сняла свои наблюдения а до этого три года перцы росли в разных местах а во вторых посмотрите на расположение теплицы понятно что притенять томат не мог в третьих этот томат дед и был выдернут еще в июле так что ваше предположение неверно добрались до баклажанов очень постараюсь сделать видео побыстрее видео будет тут видео активная мульча для тех кто на канале первый раз кто хочет большой урожай картофеля пока на улице есть снег почти у всех видео про раннюю капусту всем хороших урожаев с вами была наталья сморчкова канал и сайт в городе про